Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. В эфире программа Аналитика Кризис. Кризисы нас окружают, кризисы разные. И в последнее время, ну вот просто вот такое чудо случилось чудное, выросли в пустыне ракеты. Ну вот в такой пустыне была, и значит вдруг откуда ни возьмись, чудо чудное, в России появилась новая ракетная поросль, о которой поведал наш президент. Но, в общем-то, мнений очень много разных насчет того, что это действительно оазис в пустыне, или это всего лишь мираж. И вот разобраться с этим вопросом я сегодня пригласил в нашу виртуальную студию доктора физмат-наук, профессора, преподавателя кафедры физики Зотиева Дмитрия Борисовича. Дмитрий Борисович, вот я знаю, вы занимались анализом вот этих всех изделий, так их назовем. Хотя вот они были активно показаны в военном обозрении, если кто интересуется. И была посвящена большая статья, соответственно, мне стало тоже очень интересно, а что же это такое. Поэтому сегодняшнюю беседу я хотел бы обсудить как бы вот с точки зрения физики. То есть мы оставляем в сторону политику, мы оставляем в сторону экономику. И попробуем поговорить об этом кризисном инструменте, ракетных технологиях, современных российских, с точки зрения обычной физики. Ну, законы физики, они таковы, что они как бы не зависят от монаршей воли. Вот на ваш взгляд, все вот эти ракетные технологии, что это такое? Ну, на мой взгляд, это пропаганда стопроцентная. И тут я хочу сказать, что ну как бы совсем без политики обойтись будет сложно. То есть как бы физика-физика, но тут переплетаются некие моменты. И анализируя, скажем, заведомую нелепость некоторых идей, мы не можем не коснуться как бы каких-то политических нюансов, связанных с тем, что они там неосуществимы, что они неразумны и так дальше. Ну, конечно, в основном речь пойдет о технических вопросах, я понимаю. Ну и, на мой взгляд, это все пропаганда. То есть вот то, что было озвучено год назад, выступление президента от 1 марта, это не выдерживает никакой критики с точки зрения именно фундаментальных основ науки и просто обычного технического здравого смысла. Так что вот то, что произошло недавно, вот прошел год, и новое выступление, и опять перечисление все тех же, на мой взгляд, мифических изделий, которые якобы обладают некими уникальными возможностями. То есть все это можно назвать вот словом вундерваффе. Но почему они мистические? Ведь мы видели испытания Сармата, нам показывали старт буревестника. Грубо говоря, некая картинка, не только анимация. Анимация, понятно, она анимацией остается, но некие физические объекты все-таки существуют. Ну давайте по порядку вот обсудим. Начнем с Сармата. Что мы видели под видом этого Сармата? Мы видели бросковые испытания. То есть на самом деле, примерно с 2015 года, каждый год, 15-й, 16-й, 17-й, анонсировались бросковые испытания Сармата. Состоялись они в конце концов, по-видимому, исходя из того, что мы видели, в начале прошлого года. Вот как раз за месяц до выступления президента перед Федеральным собранием в прошлом году. Вот то, что показали, это были, несомненно, они. Потому что мы видели, что некий объект выдвигается из шахты. Причем объект с такой характерной клеточной окраской. Ну это понятно, чтобы, так сказать, фиксировать перемещение при момента выхода носовой части из шахты, что можно было измерять скорость, ускорение и так дальше. И потом, после этого, как бы прерывается картинка, и мы наблюдаем мультипликацию взлетающей ракеты. То есть как таковой ракеты мы не увидели. Мы увидели, что что-то было выброшено из шахты. Ну да, то есть работу маршевых двигателей никто не видел у «Сармата». Нет, так никто не видел самого «Сармата». Видели, что нечто склечет, окрашенное носовой частью, выбирается из шахты. Потом какое-то пламя из нее вырывается. Ну это очевидно. Все. Потом мультипликация. Где-то вдали там взлетает ракета мультипликационная. Таким образом, мы не видели взлета ракеты. Говорить, что это какой-то режим секретности, ну смешно. Ведь мы видели, как взлетали и топали, и те же воеводы, и все ракеты, какие существуют в реальном мире. Можно посмотреть, как они взлетают. Что называется, всю последовательность взлета. Здесь этого не было. Ну и учитывая предысторию этого вопроса, совершенно очевидно это бросковое испытание. То есть, выбросили болванку, массогабаритный макет ракеты. По-видимому, к нему приделаны некие ускорители топливные, которые его отводят в сторону на несколько десятков метров, чтобы он, падая обратно, просто не разрушил шахту. То есть, это стандартная вещь. Это проверка не ракеты, это проверка шахты. На ее способность. Ну и приводов, пиропатронов, которые выбрасывают из шахты. Да, на способность выбросить объект вот с такими размерами, с такой массой и с нужной скоростью выбросить его из шахты. Вот что такое на самом деле бросковое испытание. А самой ракеты нет, очевидно. Во всяком случае, нет никаких оснований считать, что она есть. Ну, вот тут я немножко вмешаюсь. Дело в том, что вот у меня буквально в трех километрах находится государственный ракетный центр. И буквально два дня назад местные региональные СМИ, ну и даже некоторые федеральные сообщили, что в нашем государственном центре за взятки, за взятки, внимание, задержали начальника военной приемки. Ну, и это произошло сразу после визита Рогозина. Я напомню цепочку событий. Рогозин встречается с Путиным и рассказывает, какие замечательные ракеты он предоставит. После этого Рогозин, почему-то не до, а после, едет все-таки посмотреть эти ракеты, приезжает 4 февраля в наш город Миас, и, естественно, встречается в ракетном центре и просит, наверное, ну я себе так представляю, я свечку не держал, показать ему что-то. Ну, видимо, то, что он увидел, как результат было то, что ФСБ, вот 21 февраля, известно, правда, стало уже 1 марта, задержало начальника военной приемки. Что мог начальник военной приемки, за что получать взятки? Ну, так за прием не существующей ракеты. Ну, то есть бумажные такой ракеты, бумажная такая ракета, бумажный сармат, да? И мы будем им грозить. Но, собственно, других оснований для того, чтобы дать взятку начальнику военной приемки, я, честно говоря, и не вижу. Это все из открытых источников. Ну, вот как бы это объясняет, это подтверждает сказанное, это подтверждает версию о том, что нас водят за нос фактически, нам показывают бросковые испытания под видом реальных испытаний. При том, что именно в течение трех лет анонсировались только бросковые испытания. И потом вдруг сразу как-то оказалось, что это не бросковые испытания, а уже готовая ракета. Вот только увидеть ее нам так и не удалось. Ну, да, до полигона в Капустином Яре или там на Камчатке так пока ничего не долетело. По крайней мере, в открытых источниках ничего не было. Совершенно верно. И западные источники также не... Они как бы, вот, скажем, есть такая бюллетень атомных ученых. Да, вот, издания, которые с интересом следят на протяжении, там, 60 лет, наверное, за нашим ядерным потенциалом, вот, они как бы учитывают факторы Сармата. То есть, они указывают Сармат как гипотетически возможную ракету, находящуюся на вооружении, но никаких данных там об испытании их нет. Никаких данных о нем нет вообще. Там стоит вопрос и слово Сармат. Ну, вот, вроде бы, да. Не, ну, может, это все-таки и секретность такая хорошая? Ну, как же не верить, если говорить президент? Ну, они как бы, вот, так сказать... Ну, реальных сведений нет никаких. Да, ни у нас, нигде. О том, что он когда-либо летал на самом деле. И стоит ведь сказать в этой связи, что ведь в 21 веке на самом деле в России не появилось ни одной новой ракеты. Все ракеты, скажем так. Здравствуйте, а булава полетела же все-таки. Ну, так булава – это же тополь. Это тополь, адаптированный для пуска с подводной лодки. Это все ракеты тополиного семейства. Тополь, Ярс, булава. Ярс – это тополь с тремя боеголовками, насколько я понимаю. То есть, тополь ведь создавался как прямой аналог Минитмена. Минитмен же тоже оснащается в двух вариантах. Одна боеголовка, три боеголовки. Так же был сделан тополь. Это ракета практически идентичная Минитмену по всем своим основным параметрам. Чуть, может быть, потяжелее, чуть-чуть, может быть, поночнее. Ну, насколько я знаю, от Минитмена сейчас уже отказывается. И есть программа перевооружения. И даже Минитмен-3 уже устарел морально. Ну, да, устарел. Но дело в том, что, как вам сказать, у них 400 Минитменов в строю. 200 из них были введены в 2000-х годах, в 21 веке. То есть, 200, 2,5 Минитмена достаточно новая. Там примерно 2006 год. И там чуть позже годы ввода их в строю. А другая половина, это действительно очень старые ракеты. Ракеты буквально 79-го года производства. Но дело в том, что у них была программа обновления. То есть, они провели глубокий апгрейд вот этих старых Минитменов. А именно что произошло? Поменяли пороховые заряды. Вот эти все твердотопленные заряды были полностью заменены. Потому что они деградируют со временем. Но там не пороховые заряды. Там, скажем так, пластифицированный тротил. То есть, условно говоря, тротил, тринитротулуол с замедлителем. Ну, в наших временах еще использовали, я помню, эпоксидную смолу в качестве флегматизатора для тринитротулуоловой крошки. Ну, вот такие были твердотопленные. Я поправился, сказал твердотопленные потом. Конечно, не буквально порох. Это понятно. Это понятно. Там еще алюминий используется. По-моему, алюминиевый наполнитель. Да, да, да. Не суть важна. Это достаточно сложный, технологически сложный продукт. Безусловно. Но факт то, что они были заменены полностью. Это раз. Вот эти именно ускорители. То есть, вернее, ну, собственно говоря, двигатели, по сути дела, твердотопленные заряды. Их заменили. Потом системы наведения были обновлены полностью. Ну, собственно, вот. А что еще? Так что это практически новая ракета, на самом деле. Остался, может быть, корпус. Ну, очевидно, корпус в порядке, раз вы менять не стали. Таким образом, у них минетмены в отличном состоянии, на самом деле. И я такого не слышал. Не слышал, что от них собираются избавляться. У них на данный момент нет замены как бы сухопутной МБР для минетмена. Да, и, кстати, в те же годы, это происходило в начале 2000-х годов, когда Россия, значит, ударными темпами уничтожала свои ракеты. Напомните, вот эти вот кадры, когда в начале вставания с колен, так сказать, происходила вот эта стахановская резня ракет, взрывание шахт. Все это показывали по телевизору. Да, это шахты от СС-20 в Карталах. Это вот недалеко тоже от нас. Я помню эти кадры, вот такой, значит, подъемный кран с неким ножом. И вот он рубит эту ракету, рубит на части. Вот это было просто вакханалие, уничтожение, между прочим, не устаревших ракет, а на тот момент еще совершенно новых. Вот тех самых Р-36М2, которые воеводы, которые Сатана и так дальше. Американцы в это время, вот как я сказал, проводили программу апгрейда минетменов старых и Трайд это в два. Так что у них сейчас вот это ядерные силы в прекрасном состоянии, на самом деле. В достаточно новом. Чего о наших сказать, в общем-то, сложно. Ну, они еще и проапгрейдили боеголовки, кстати. Очень серьезно, W-76, W-78 головки, они проапгрейдили, но самое удивительное, они проапгрейдили в сторону уменьшения выхода, то есть уменьшения мощности боеприпасов. И сейчас, в общем-то, тренд такой у американцев на уменьшение зарядов. То есть, если раньше стандартным зарядом считалось 300 килотонн, то сейчас боеголовки уже чуть ли там не до 30-50 килотонн, то есть 2-3 хиросимы всего лишь. Не, ну, это очевидно. Это очевидно связано с повышением точности, точности попадания. И, во-вторых, меняется ведь очевидно философия войны, которую они планируют. Ну, в смысле, военные в любом случае планируют войну, независимо от того, готовы ли политики начать или нет. Ну, и, соответственно, в их планах очевидно предусматривается война как разрушающий удар по нашим голеным силам, по центрам управления. То есть, очевидно, они не собираются уничтожать население. Ну, вот вы сказали ключевое слово по центрам управления. Я не так давно, да и многие наши зрители видели, как Киселев там демонстрировал цирконы, которые буквально там за 5 минут долетят, и там, значит, президент рассказывал. Но циркон, вот на этой картинке, он обозначен как кинжал. Ну, собственно, вопрос-то возник, это уже сейчас обсмеяли, даже вон в Я плакал, что гиперзвуковая ракета циркон, которая была, значит, анонсирована, и Х-51 американская, это как бы одно и то же. Ну, вот натуральные фотографии. Но это могли, конечно, напутать журналисты, да. Я знаю уровень современной журналистики, к сожалению, технически абсолютно безграмотны. То есть, и могут все, что угодно напечатать. Допустим, где-то он существует, этот мифический циркон. Президент анонсировал скорость в 9 махов. Вот меня, честно говоря, несколько озадачило. Ну, возможно, я не очень хорошо разбираюсь в физике, но мне почему-то показалось, что 20 махов это совсем неприлично, но и 9 махов тоже как бы не очень прилично, потому что, насколько я знаю, на сегодняшний день рекорд, который был достигнут, 5,1 маха. И это как раз у Х-51, вот у той самой вот этой вот ракеты, которую методом фотошопа нам пытаются выдать за циркон. Но вот вы как физик, как вы оцениваете, ну, скажем так, реальность физических процессов, которые позволят создать вот на прямоточном двигателе такое изделие, которое будет вот как в графике, которое нам по официальным телевизионным каналам показали, там дальность практически 800 километров, то есть с борта подводной лодки, не с самолета как Х-51, когда уже скорость практически дозвуковая была, а с нулевой скоростью она будет стартовать, разгоняться до 9 махов и поражать цель там на дальности 800, 1000, 1300 километров, ну, такие цифры назывались. Ну, здесь вот сейчас я хотел бы, я скажу отлично этот вопрос, но хотел бы коснуться вот этого Х-51, ну, сразу обращает на себя внимание вот то, о чем вы заметили, что действительно реально показанный результат пятимаховый полет в течение 200 секунд удвоился, значит, скорость заявляется вот по словам Киселева, 11 тысяч километров в час, ну, это 10 махов практически, да, то есть удвоенная скорость, раз, удвоенное время полета, то есть заявляется, что он способен лететь там 400 секунд, ну, это как-то странно, причем надо заметить, что ведь американцы от этого проекта отказались, они же его не разрабатывают, то есть они провели 4 спательных полета, ну, какие-то получили данные, но в принципе, насколько я понимаю, он не только там не существует в виде образца оружия, но и дальше не проводятся исследования в этом направлении, то есть, по-видимому, не слишком-то эти результаты были успешные на самом деле, так, чтобы создавать именно оружие на этой основе реальное, а Россия вдруг как-то сразу и произошла, причем вдвое, причем вот по всем показателям, ну, конечно, это нелепо звучит совершенно, ну, а что касается физики, ну, в принципе, да, в принципе, позволяет наука летать на высоте вот примерно 30, между 30 и 40 километров с такой скоростью, около 10 махов, там есть некий такой коридор аэродинамического полета, узкий, просто там ЦХ летательного аппарата будет низкой за счет низкой плотности воздуха, но, опять же, это высоты 30, 40 километров, это уже стратосфера, вообще-то говоря, это не тропосфера. Безусловно, нет, я говорю о том, что я имел в виду с точки зрения выживания от теплового нагрева, то есть существует некий динамический коридор, в который стараются попадать вот те же шатлы и вообще космические аппараты спускающиеся на Землю. да, но ведь в Советском Союзе эту проблему решили, когда Буран спускался, вот у него была, я помню, даже в руках держал вот это покрытие, с одной стороны черное, с другой стороны белое, эдакие силикокарбоновое соединение, то есть угля и кремния, как вата, с одной стороны, имел низкую теплопроводность, и еще дополнительно покрывался углеродистый слой неким металлическим напылением, для того, чтобы за счет абляции, это нагрева и испарения и отвода тепла с испаряющимися парами металла, Буран мог в общем-то нормально на первой космической маневрировать в верхних слоях атмосферы, ведь это было? Да, ну речь о чем? Я говорю об аэродинамическом коридоре, в котором аппарат в принципе может летать, выживать в ситуации термодинамического нагрева, но это означает, не означает, что он чувствует себя комфортно, нагрев все равно достигает полутора тысяч градусов, то есть требуется вот то, о чем мы говорили, все эти все эти уважения нужны, чтобы тем не менее противостоять аэродинамическому нагреву, но за пределами этого коридора он горит просто как метеор, то есть там достаточно узкий диапазон высот, который позволяет в принципе имея скорость 10 махов, это вот как раз между 30-40 километров приблизительно, там есть такая зона, где можно с такой скоростью лететь. Но это собственно та высота, на которой взорвался Челябинский метеорит, вот я напоминаю, Челябинский метеорит, вот он летел, светился, светился, потом он взорвался и уже потом потихонечку начал челяпать и упал в озеро Чебаркуль. Да, но насчет того, что лететь... Но взорвался он на высоте 30-40 километров. Ну вот, вот. Лететь, но это имеется ввиду не сгореть, то есть иметь нагреваться достаточно до высокой температуры, но тем не менее он выживет. Но есть же тугоплавки, покрытие, там вольфрам, я не знаю, титана, нитрит титана, ну целый широкий класс высокотемпературных материалов, которые, вот академик Каблова очень много работ по материалам для как раз и турбин, и для реактивных двигателей. Вот целый институт есть материалов в Москве. И, в общем-то, я думаю, что материалы-то есть, которые могут выдержать температуру 3000 градусов. Да, это, конечно, но это проблема, безусловно, она решаемая. Ее решили там еще 50 лет назад эти проблемы были решены практически. Проблемы именно противостояния таким температурам. Но дело в том, что надо еще лететь. А вот можно ли лететь на 10 махах на такой высоте, при такой плотности воздуха, когда она на высоте 30 километров, плотность воздуха в 100 раз меньше, чем над землей, например. А если подняться еще на 10 километров, там еще примерно раз в 10 она уменьшится. Так что, как бы, это открытая проблема. Может быть, она решаемая, но вот американцы не решили, потому что мы говорили, что аппарат, который заявляется, который именно представляет себя именно то, как представляет нам циркон, вот он достиг результатов вдвое более скромных, по скорости, скажем. А зависимость там кубическая. То есть, если два раза больше скорости, это означает, что нагрев тепловой, то есть, радиодинамический нагрев больше в 8 раз. Это очень серьезная разница на самом деле. Поэтому, как бы, исключить нельзя, теоретически, что такой аппарат мог быть создан. Мы можем это допустить, но нет никаких, опять же, подтверждений, кроме вот этих голословных заявлений, а здравый смысл решительно протестует, учитывая, что американцы, в общем, немного добились в этом направлении, а вдруг Россия почему-то каким-то чудесным образом скакнула сразу. Без всякой предыстории, опять же, заметьте, ведь ничего бы там не было известно, и вдруг он появился. Ну и потом, знаете, очень важный момент. Вы заметили, сказали, что не было предыстории. Вообще-то, в науке так не бывает, что вот раз на ровном месте выросла массированная теория. Обычно каким-то таким крупным прорывом сначала идут какие-то диссертации, научные работы, ваковские публикации в этой и смежных областях. То есть, вот такое стремительное изменение, оно всегда как бы его предваряет некий фон научный, который позволяет, скажем так, и совершить вот этот прорыв. Вот вы, как физик практикующий, вот на ваш взгляд, были ли в наше время вот какие-то работы, которые, скажем так, могут хотя бы отчасти объяснить появление вот всего этого благолепия. Но, по крайней мере, вот то, что нам сообщали про Посейдон, это такая термоядерная Кузькина мать подводного базирования, значит, здесь, скажем так, испытали Кузькину там мать еще очень давно, еще во времена Хрущева, в эквиваленте 50 мегатонн. То есть, здесь я не вижу, скажем так, какой-то большой проблемы технологической для того, чтобы реализовать, скажем так, такую систему по одной простой причине. Боезаряды такой мощности существовали и существуют вот в Снежинске, это вот в ту сторону. Там даже макет этой Кузькиной матери стоит, на фоне которой Эдвард Тейлер в 94-м году позировал. Но двигатели для подводных лодок на базе атомного реактора тоже, в общем-то, вещь достаточно хорошо отработанная. То есть, каждая по отдельности из систем вот этого самого Посейдона. Все это известно, и я, честно говоря, не вижу, почему. там, правда, кстати, еще прозвучало, что еще кобальтовая оболочка. Но это вот такой привет от Лео Сцилларда, который сказал, что будет очень мощное заражение. Ну, это известный их спор с Ферми. Но вот на ваш взгляд, взгляд физика, вот это, вот, по крайней мере, скажем так, оружие судного дня. Оно реально? Я на этот вопрос отвечу подробнейшим образом, но, прошу прощения, я бы хотел еще два слова о Цирконе сказать. опять же, как бы уже не физики. Давайте, давайте. Но, опять же, из области здравого смысла и где-то в каком-то смысле политики. Предположим, как бы, зачем вообще этот огород городик был с Цирконом? Если, как вот представляет нам, опять же, пропаганда, Россия способна разместить там на расстоянии 400 километров от побережья США лодки ударные, изготовленные для стрельбы. Это, конечно, отдельный вопрос, как они могут в этом состоянии находиться, не приводя к острейшему политическому кризису на грани конфронтации со штатами. Ну, предположим. Ну, так, а смысл огород городить? Если лодка может позиционироваться на расстоянии 400 километров от берега США, то почему не запустить обычную ракету? Обычную ракету, обычную БРПЛ, установить там режим дальности там тысячу километров, две, да сколько угодно, в принципе. Вот эти жидкостные ракеты типа синевая, у них же регулируемая тяга, они же могут летать на любые расстояния. Вот и все. А там тоже гиперзвуковой полет. Когда она выйдет в космос, у нее будет скорость вполне себе гиперзвуковая. То есть, по времени это займет примерно столько же. Причем все это существует. Все это реально существующие образцы оружия. То есть, не надо придумывать никаких вундерваффе. Таким образом, это полнейшая глупость. Вот все, что рассказывается про цикон, это просто, ну, ерунда. Вот. Теперь я перехожу к вашему вопросу о Посейдоне. Якобы. Еще один миф, конечно, который родился, так сказать, за последний год. Ну, вот, в принципе, да. А зачем? Вопрос. Ну, предположим, предположим, мы установили боезаряд там с выходом 50 мегатонн, допустим. А в чем идея? Зачем? Цунами не получится. То есть, можно доказать, что цунами с помощью ядерного взрыва вызвать нельзя. То есть, вот это бред полнейший. Хотя, с этого все и начиналось. Вот эти все рассказы про Посейдон. Сейчас об этом уже как-то стали меньше говорить. По-моему, доходит до, как бы, вот, которые управляют всей этой пропагандистской компанией, что, в общем-то, совсем глупости не нужно явно рассказывать. Они сейчас как-то больше говорят о Посейдоне. Знаете, как, ну, вроде бы, это такая дальнобойная торпеда, ну, сильно автономная. Заряд уже объявляется. Но может она уничтожить и портовые сооружения, ведь? Ну, да, там, две мегатонны уже говорят. То есть, начинали там со ста, и двадцать были заявления, теперь уже говорят две, то есть, но вначале речь шла о чем? Что Посейдон это некое средство, которое может создать цунами. Цунами создать нельзя. Дело в том, что физика ядерного взрыва и цунами, она совершенно несовместимая. Ну, известно, что цунами возникает в результате вертикального смещения летосферы. Большой площади за счет того, что происходит движение большой площади и, соответственно, даже там несколько сантиметров, но на площади в десять квадратных километров поднимает большое количество воды, смещает. Да, энергия, энергия вот этого, скажем так, потенциальной энергии этого поднятого слоя воды, она может исчисляться в мегатоннах. В мегатоннах физика образования разное. И вычислили с мощностью взрыва тематического боеприпаса достаточно мощного. И отсюда возникли вот эти фантазии. Ну, а если мы взорвем с таким же выходом энергии, то получим тот же результат. Нет, не получим. Почему? Потому что кроме закона сохранения энергии есть еще закон сохранения импульса. Вот этот вертикальный импульс воды при ядерном взрыве он передается от земли, от летосферных плит в воду. Соответственно, вызывает ее подъем. А при ядерном взрыве импульс равен нулю. Ну, как векторная величина. Полный импульс системы нулевой. Очевидно, потому что взрыв имеет сферическую симметрию. Вот отсюда вполне уже уже ясно, что как бы ничего похожего на узнайм произойти не может. Что на самом деле произойдет? Произойдет, полость образуется, да, так сказать. Потом у нас хлопнется, и все. Ну, часть, если полость, скажем так, достаточно большая, часть, она раскроется, да, ну, возникли некий фонтан. Ну, ну и что? Потом вода вернется на место, и все. То есть, это максимум вызовет какие-то поверхностные волны, но как такову ценами возникнуть не может. Никоим образом. Так что, идея совершенно нелепая, и меня удивляет, что, в общем, люди зачастую, казалось бы, грамотные, выступают с рассказами о том, что вот, да, вот мы взорвем. Есть такой, я не знаю, может быть, не стоит фамилию называть, есть один известный такой, как бы сказать, блогер, уже пожилый человек, выпускник МФТИ, вроде бы грамотный человек, вот он много рассуждает на тему ядерного оружия, и вот он как-то рассказывал, что Поседон способен вызвать цунами с высотой волны 400 метров, который пройдет на территорию США на 2000 километров. Представляете? Ну, это бред, это просто бред. Да, и причем... Ну, тут не надо быть большим физиком, достаточно просто посчитать количество энергии, необходимое, чтобы переместить такую массу воды на такое расстояние. Но ниоткуда энергия не берется. Да, и как я уже заметил, но здесь еще одна противоречия, здесь еще закон сохранения импульса, он категорически запрещает произвести что-либо подобное цунами с помощью именно точечно приложенной, пусть и очень большой энергии. Никаким образом это не произойдет. И, кстати, цунами, ну, даже, даже, предположим, если бы удалось создать цунами, ну, предположим, а что цунами? Ну, вот, в принципе, это не очень страшная вещь, если сравнивать ее с ядинным оружием. Я вот что хочу сказать. Вот, известная цунами 2004 года в Индонезии. Его мощность оценивалась вот примерно в 10 мегатонн. Вот, чисто суммарная мощность, суммарная не мощность, ну, энергия. Энергия цунами. Около 10 мегатонн как раз. Ну, и что мы имеем? Там волна где-то до 10 метров проникла до 10 километров на побережье. Вот, много погибших, ну, да, потому что люди там, население, плотность большая. Ну, а, в принципе, а что тут такого страшного? Представьте, если бы взорвалась 10-мегатонная бомба над этим регионом. Последствия были бы гораздо более тяжелыми на самом деле. Это же очевидно. Даже если взять 100 мегатонн, вот там зависимость какая? Там корень кубический из вот этого приращения. То есть, 100 мегатонная бомба вызовет последствия, но, грубо говоря, в два раза более тяжкие. Ну, вообще, это общая формула из физики, по-моему, даже из средней школы, что мощность излучения кубические обратно пропорционально расстоянию от центра излучения. То есть... Я тут говорю о цунами, что цунами... Ну, цунами то же самое. ...в 10 раз больше энергии, оно бы, последствия были бы, ну, грубо говоря, вдвое более тяжкие. В корень кубический из 10 раз более тяжкие. То есть, ну, в два там с чем-то раза. То есть, ну, на 15, может быть, вода зашла бы, может быть, на 20 на глубь территории. И что? И вот этим можно смыть Америку, если даже предположить, что-то с нами получится. То есть, ядерное оружие это настолько страшная вещь на самом деле, что нет никакой необходимости придумать все эти сказки. То есть, последствия взрыва, скажем, мегатонного даже боеприпаса над крупным городом неизмеримо более тяжелые, чем взрыв, устроенный где-то в... Но как вы прокомментируете, вот то, что будет оболочка с кобальтом и образовываться, соответственно, в момент взрыва за счет мощного нейтронного потока, кобальт-60 с сроком жизни там несколько лет. Насколько я помню, период полураспада у него где-то 5 или 7 лет. И, собственно, это приведет к сильнейшему заражению радиоактивному, ну, а он распадается, как известно, через гамма-распад. И, соответственно, это приведет к радиационному заражению огромных территорий. Ну, это вот то, о чем говорил Лео Силлард. Ну, вот это такая полубайка, полуистория правдивая, но, тем не менее, она звучала, кобальтовая бомба. Ну, там вроде бы вы не совсем правы, у него побольше период полураспада, там что-то, по-моему, несколько тысяч лет, на самом деле. Нет, у кобальта как раз полураспад где-то вот несколько лет. Он достаточно активный, и он даже горячий на ощупь, вот источники, которые находятся, кобальта в свинцовых кубах, куб сам теплый. Ну, не будем этот вопрос, об этом, я думаю, дискрутировать смысла нет. Не важно, не суть важна. Кобальтовая бомба тогда же была признана неосуществимой, то есть, никогда этого проекта не существовало, никогда она серьезно не разрабатывалась. Это просто была, действительно, ну, тема для разговора между, как вот вы заметили, Суллардом и Ферми, так сказать, ну, да, побеседовали. В какой-то радиопередаче об этом Суллард высказался, что вот, ну, может быть, можно было бы такое что-то создать, очень грязное, очень долгоиграющее, как бы, по своим последствиям. Но на самом деле, как бы, на сегодняшний день нет существующей оценки, показывают, что эта бомба была бы совершенно неэффективна, на самом деле, по своим, как бы, последствиям. То есть, ну, можно какую-то территорию загадить, там, ограниченную, надолго, ну, и все. С точки зрения, вот, ущерба, непосредственно приносимого, она не дает никакого преимущества перед бомбой с сурановой оболочкой. Ну, то есть, это такая психологическая бомба, да? То есть, я бы сказал, медиабомба. Ну, да, некий вот именно, я бы даже сказал, некий миф, некий миф, то есть, насколько я знаю, она никогда не разрабатывалась, вот, именно в Пентагон, так сказать, кто там у них, никогда ее не интересовался всерьез, на самом деле, это просто некая дослуживая тема. но интересовались нейтронной бомбой с высоким выходом нейтронного излучения, то есть, это когда, по большому счету, обычная термоядерная, ну, с маломощным триггером, работала на бериллиевую оболочку, которая, собственно, из которой и вышибались нейтроны, но нейтронная-то бомба была. Ну, да, ну, а кобальтовая-то совсем другое же, как бы, нейтронная была. Ну, что, это как связано, я немножко потерял, вот, связь с нашей, с посидоной. Ну, я про то, что, вот эти, средства массового уничтожения, они, самые различные, и если раньше нейтронная бомба казалась нонсенсом, то, в общем-то, впоследствии стало понятно, что это вполне реальное изделие. Вот, не может ли быть так скобы, твоей бомбой? термоядерная бомба, термоядерная бомба, термоядерная бомба, просто с, так сказать, с повышенным выходом нейтронов, вернее, сказать так, это чистая термоядерная бомба, в сущности, вот просто. Так что, как бы, выход от реакции синтеза максимален, а от деления минимален. То есть, вот это соотношение, синтез к делению, в ней, так сказать, таково, что преобладает именно реакция синтеза. А она, естественно, генерирует мощный поток нейтронов. Вот и вся нейтронная бомба. То есть, очень так хорошо сделанная, такая, термоядерный заряд малой мощности, сущности, и все. Да, это реальная вещь, вполне. Но, я хотел сказать по поводу, возвращаясь к Поседону, опять же, дело в том, что взрывать в воде ядерную бомбу бессмысленно, как я уже пояснил. Потому что нейтроны будут поглощаться водой. Да, потому что световое излучение, это же основной поражающий фактор. Вот, при взрывах мегатонного класса 70-80% энергии, это оптическое излучение. И причем это очень страшный фактор. Но это известный фактор, когда испытания проводили в атмосфере во время дождя, то радиус поражения существенно снижался. С одной стороны, за счет уменьшения радиуса радиационного, за счет поглощения водой, второе, за счет рассеивания собственно, светового излучения и рентгеновского излучения. Совершенно верно. И, кроме того, факторы радиации, мгновенная радиация тоже практически исключается, потому что вода прекрасно замедляет нейтроны. Замедляет и рассеивает в конечном счете. Поэтому более нелепого способа использовать энергию ядерного взрыва, чем взрывать его где-то там в глубине, я просто не вижу. Другое дело, если это нацелено против подводных лодок, каких-то чистоводных целей, то это можно понять. Но пытаться, значит, поразить город, населенный пункт, взрывая где-то в бухте бомбу. Ну, то есть, Сан-Франциско может с Лос-Анджелесом расслабиться, да? Абсолютно. Им гораздо, гораздо было бы хуже для них, если бы эта бомба взорвалась в атмосфере над городом. Это было бы гораздо страшнее последствия. Поэтому идея совершенно нелепая. Изначально, опять же, чисто пропагандистская. Вот что-то такое. Она, знаете, сродни этой мечте взорвать Йеллоустоун. Вот тоже еще одна излюбленная тема. Одна это вот цунами, так сказать. Вторая, чтобы у соседа корова сдохла. Это одно. А второе, так сказать, ничего не делая, вдруг сразу всего добиться много и сразу по щучьему желанию. По щучьему велению, так сказать, волшебные палочки. Или там по воле золотой рыбки какой-то. Так вот, Йеллоустоун, вот еще одна тема, считает тоже, почему-то и пропаганда распространяет такие слухи, что если вот нанести ядерный удар, то он сразу взорвется. Как будто там перемычка между магмой и поверхностью земли, там метров двести, нужно подумать. А ведь там, Ну, Йеллоустоун мы подробно разбирали в одной из наших программ с доктором геолога минералогических наук. И как раз вот я специально тоже смотрел эту тему. Да, вызвать его сложно, там надо забуриться где-то на глубину 2-3 километра и там мегатончик 10. Ну, то есть надо поверхностный взрыв там ничего не даст, конечно. Да я даже думаю, что этого не хватит, потому что я как-то читал одну статью, там описывались исследования, ну, сейсмическое зондирование проводили, земной коры под этой вот кальдера. Кальдера. Кальдера, простите, да, кальдера она называется, да, каверна, это другое. И там что-то порядка 40 километров толщина земной коры под ней. Вот я помню, на глубине какие-то данные были получены. на самом деле плюм идет, скажем так, из ядра поднимается, но он немножко перекрывается, скажем так, вот китайские ученые проверяли, и там остатками старого континента, который заполз под Америку. Но у меня есть более убедительный аргумент. Вот есть такая кальдера Лонгвэли возле Мамонтовой горы. Так вот, ядерный полигон в Неваде находится в 120 километрах от Лонгвэли кальдеры. И соответственно там испытания проводили самого разного широкого класса, но как бы Лонгвэли до сих пор еще не взорвался. Ну, то есть вот такой вот аргумент чисто практически опытным путем. Ну, конечно, в самом Мамонтовой долине они и Лонгвэли не взрывали, но скажем так, это было очень близко и сейсмические волны естественно туда доходили и довольно чувствительны, потому что там проводились испытания и по несколько мегатонн. Ну, таким образом да, поэтому на самом деле пробить земную кору это очень серьезная очень сложная задача. Это только кажется, что достаточно взорвать там 10 мегатонн и она определяется. И то же самое касается Йеллоустоуна. Это совершенно нелепая идея. Так вот, возвращаясь к Посейдону, ну, хорошо, то есть, вот мы обсудили чисто военную компоненту, она нелепа, она бессмысленна абсолютно. Ну, а с точки зрения реализации, ну, в принципе, вообще возможно такое? Ну, в принципе, да. В принципе, конечно, можно создать автономный аппарат, некую мини-подводную лодку, которая там доплывет. Но это крайне сложная задача. дело в том, что она же должна постоянно, она не может плыть под водой в автономном режиме постоянно. Ей нужно периодически всплывать. Определять свое место положения. Может. Сейчас есть хороший мемс системы инерционные и, скажем так, по магнитным полям ориентироваться может. и по разного рода разбросанным буям, которые имеют заданную локацию. То есть, как бы, система навигации подводной сейчас очень хорошо отработана, как и у нас, так и у американцев. То есть, это еще в 90-е годы была такая программа разбрасывания буев, который плавает. С одной стороны, у него есть GPS данные, с другой стороны, он гидроакустическим способом как бы ретранслирует свое положение и таким образом устройство может легко передвигаться и ориентироваться под водой. Ну, в общем-то, как бы и такое было. Ну, это же речь о подводных лодках, а тут некий аппарат, некий робот. Определить инерционные системы наведения не поможет, потому что снос, вот снос подводными течениями, он же никак не... Хорошо, искусственные нейронные сети. Сейчас здесь прогресс огромный, и искусственные нейронные сети в состоянии осуществлять коррекцию курса. Ну, недаром же президент говорил об искусственном интеллекте, вот буквально недавно, ну, я, конечно, икнул, тема для меня близкая, но, тем не менее, а вдруг есть такая у них нейронная сеть четвертого поколения, потому что хопфилдовские, кахоновские сети уже как бы немножко устарели, и они, в принципе, как General Dynamics могут создавать самообучающиеся сети, которые могут и в том числе заниматься коррекцией сноса течениями, температурные градиенты учитывать, и многое-многое другое. Ну, исключить нельзя, конечно, можно допустить, что такое могло бы появиться, как бы, я же и говорю, что, я с этого и начал, что теоретически нельзя исключать, что такой аппарат может быть создан, в принципе, но вопрос, опять же, зачем? С военной точки зрения, не видно никакого смысла в этой затее, потому что, ну, скажем, опять же, в мирное время, он же не может находиться где-нибудь там рядом с побережьем США, и затаившись, так сказать, ожидать команды для нанесения удара. Он будет обнаружен все равно, потому что ему придется периодически выходить на связь. Создана подводная лодка, которая будет транспортировать данный объект, и в угрожаемый период она выйдет из порта, подойдет на ударную дистанцию и оттуда запустит аппарат. Ну, так, а зачем? А почему не запустить ракету с той же лодки, например? Ну, то есть, в чем, как бы, в чем здесь, здесь на самом деле, изначально была заложена пропагандистская идея, это то, что можно создать цунами, можно смыть Америку в океан и так далее. Вот. Либо устроить какой-то ужасный взрыв, который, опять же, там, уничтожит сразу. Но, опять же, это все опиралось на идею искусственного цунами, которое совершенно невозможно. Поэтому, ну, я уже об этом высказался, смысла в этом просто нет военного. Теоретически, да, теоретически, то, о чем вы говорите, в принципе, можно, если, конечно, электроники. Ведь, собственно говоря, до недавнего времени Россия не имела вообще своей элементной базы электронной. Ну, она и сейчас. Сейчас завод Авангард, который работает по технологическим нормам 130 нанометров и принадлежит Рейману, практически выработал и надо 3 миллиарда рублей только для того, чтобы, ну, он еще продолжил работать. А вообще, скажем так, даже вот по этим технологическим нормам, я напомню, что современные цифры это 7 нанометров, а это 130. Хотя, конечно, можно делать силовые транзисторы, мосфеты, можно делать вот такие вот огромные с двумя ручками программируемые логические матрицы. Ну, это старая советская шутка. Советские микросхемы всегда две ручки. Ну, это просто, как говорится, бородатый анекдот из прошлого. Но, тем не менее, скажем так, что-то-то да есть, наверное. Вот. И в этой связи давайте все-таки тогда вот еще одну штуку затронем. Мне тоже очень интересно. Это так называемая боевая часть авангард. По большому счету вот этот вот авангард это головка для боевая часть для ракеты Сармат. То есть, Сармат, по идее, должен выводить куда-то в околоземное пространство вот эту вот такую оперенную боеголовку, которая потом начинает где-то маневрировать. Но, насколько я понимаю, вообще это не очень новое изобретение так вот по-моему, еще и американцы это испытывали такие вещи. Но в чем собственно невероятность этого? То есть, вот звучало примерно так, что наши боевые части смогут обходить системы ПРО в том числе и перспективные. видимо, имелись в виду Рейджис морская система СМ-3 СМ-2 то есть атака ближнего радиуса атака из космоса на боевую часть и на промежуточной траектории Джис ну, со всеми их системами лидарами. Вот на ваш взгляд вот это вундер боеголовка умная от слова вундер немецкая умная вундеркинд да умная боеголовка. Это совершенно идея конечно в этом смысле совершенно фантастическая я ведь ну начать с чего вот как это преподносится как сказал об этом наш президент он сказал что она летит со скоростью 27 махов сначала ну потом его поправили и даже 9 махов по-моему многовато а 20 27 нет 27 махов это больше чем это больше чем первая космическая скорость это вторая космическая скорость чуть побольше да то есть она как бы при такой скорости она уже на землю вернуться не должна была просто совсем но потом поправились сказали 20 махов но это все равно очень много это колоссальная скорость то есть как бы здесь ну даже мне трудно тут выступить адвокатом потому что 20 махов это слишком квадратно и в мою круглую голову столько не помещается ну вот скажем американцы провели 20 махов эксперимент в 10 в 11 году у них был проведен эксперимент проект Falcon известный то есть они вот пытались заставить два провели теста пытались заставить некий аппарат такой длитовидной формы планировать вот имея начальную скорость 20 махов он был поднят на высоту 100 километров фактически вышел на баллистическую траекторию потом начал потихоньку снижаться и через 9 минут связь была потеряна причем с обеими с обоими аппаратами это с учетом того что там были специальные покрытия которые обеспечивали абляцию и отвод тепла и все равно это не помогло то есть получается что боеголовка сгорит да да простите судя по всему как такового полета не было потому что была потеряна связь и было зафиксировано неустойчивое неуправляемое вращение этих аппаратов то есть на такой высоте но он там снизился может быть там в какой-то мере там но тем не менее плотность воздуха настолько мала что поддерживать устойчивый полет невозможно и планирование тоже и кстати говоря у них была зафиксирована аэродинамическое качество оценивается в 2,5 2,6 аэродинамическое качество вот этих аппаратов то есть а что это такое это означает что он при спуске скажем на километр пролетает по горизонтали 2,6 километра вот грубо говоря вот такое качество то есть это как бы планирующим полетом назвать довольно сложно это на самом деле падение в существо он летел как обычно это называется полет топором полет топором да и то что он там пролетел 9 минут и довольно большое расстояние там порядка около 4 тысяч километров они оба пролетели до падения в океан но дело в том что тут связано с кривизной земной поверхности высота была большая начальная 100 километров он как обычная боеголовка огибая земную поверхность полетел достаточно большое расстояние вы знаете если просто вертикально запустить ракету просто вертикально строго вертикально то пока она там где-то болтается земля сделает поворот и получится тоже смещение относительно точки запуска тоже верно да ну соответственно но планирования как такового не было и проект закрыли то есть у них с этим ничего не получилось судя по всему данные были таковы что это ну по-моему это очевидно что заставить вот эту дельтовидную железяку там на высоте там пусть там 50 там 80 километров планировать по-моему это совершенно нелепая затея в чем они и убедились очевидно потому что никакого продолжения проекта нет уже 10 лет прошло практически о нем забыли но что же тогда получается что у нас заявили о некой системе не проведя натурные испытания или же может все-таки испытания это были и поэтому это позволило говорить о том что это в принципе возможно и у нас есть такие приборы и мы вам их не покажем не я думаю так что какие-то какое-то испытание видимо проводилось но на мой взгляд это на самом деле достали из чулана советские разработки то есть Советский Союз же работал над аэродинамически управляемыми боеголовками боеголовками такие работы велись в 80-х годах исследования соответственно то есть исследовался вопрос о том можно ли заставить боеголовку маневрировать при входе в атмосферу за счет там определенных килей рулевых поверхностей и так дальше и американцы этим тоже занимались в 80-х это была тема достаточно такая ну как бы модная возможно появились запуск вот установили вот какой-то старый образец на УР-100 УТТХ насколько помню она участвовала в этом эксперименте то есть какой-то эксперимент проводился пару лет назад примерно вот точно сейчас не помню запустили ну хорошо что-то может быть там произошло какие-то так сказать маневры может быть имели место при ходе в атмосферу ну допустим но ведь нам это преподносит совершенно иначе нам преподносят как какой-то ужас летящий на крыльях ночи да вот как рассказывает об этом президент после своей пресс-конференции выступления перед федсобранием он собрал у себя глав основных медиа СМИ и выступает почему не академиков а журналистов он собрал да да ну да и сказал буквально следующее вот буквально вы знаете что температура солнца 6000 градусов а этот аппарат у него поверхность нагревается до 3000 градусов и он летит весь в пламени и плавится как эскимо вот буквально так было сказано но это он так пытался выразить абляцию да я так понимаю ну да но при абляции же там образуются неравномерности реактивные строи которые могут существенно нарушить аэродинамические свойства это раз сама такая абляция да это же горение горение с поверхности аппарата естественно известно что даже вот знаете обычные поиголовки баллистические у них носовой оконечник вот самая такая уязвимая часть абляция происходит в основном в области носового закругленного наконечника он довольно сильный но он горит в процессе полета он меняет свою форму он сгорает долетев до земли практически и уже это одно влияет на точность причем возникающая погрешность может достигать сотен метров то есть очень много работ велось вот в 80-е 70-е годы по вот именно решению этой проблемы как обеспечить достаточно точное попадание боеголовки в ситуации когда у нее аблирует носовой наконечник а здесь все в целом летит горит и каким-то чудесным образом оно сохраняет так сказать свою заданную траекторию полета это раз потом оно просто сгорит в конце концов но не может ни один материал выдерживает 3000 градусов ну конечно можно его там покрыть слоем графита вольфрам 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 да ну а сверху в лампочке но какая будет масса этого устройства как оно будет собственно говоря какая нужна ракета чтобы его закинуть чтобы оно будучи вот в таком состоянии фактически метеорита сгорающего атмосферы тем не менее пролетела там межконтинентальной дальности попала в цель это раз ну допустим оно пролетело ведь как оно будет наводиться при такой скорости при скорости выше 10 махов уже практически аэродинамический нагрев аппарата настолько силен что возникает плазменное облако вокруг него ну это известный эффект который экранирует его от всех видов магнитного излучения практически ну и создает серьезные шумовые скажем так искажения то есть там возникают токи вихревые которые собственно и препятствуют с этим сталкиваются космонавты когда спускаются с орбиты за счет вот этого облака плазменного теряется на определенное время связь до тех пор пока скорость не упадет совершенно верно абсолютно верно вот и я хотел этот пример как раз привести как иллюстрация того насколько эффективно работает вот эта самая плазменная экранировка это давно известный факт что при скоростях выше 10 махов ну так приблизительная граница этот факт становится критическим то есть эта боеголовка она не сможет не получать команды никакие там скажем управляющие не сканировать местность с помощью радара чтобы сравнивать ее то есть она практически станет не слепая она слепнет полностью и таким образом как она может наводиться на цель ведь все это описывается как некий маневрирующий полет ведь собственно ради чего лететь в атмосфере ради чего весь сыр борта что она якобы летит в атмосфере вот разогревается от нее до этой сумасшедшей температуры но при этом является управляемой при этом наводится на цель при этом маневрирует и не теряет курс в конце концов попадает каким образом это некий такой быстро бегущий человек с завязанными глазами то есть ну вот вот и все поэтому как бы там конечно есть некие попытки да надо сказать что конечно никакой антенны там наружной быть не может это очевидно но есть полосковые антенны и фазированные апертурные решетки которые можно смонтировать прямо на поверхности летательного аппарата и такие опыты или сразу под поверхностью если это углепластик то включение металлических специальных полос и переключение фазы может синтезировать какую-то диаграмму направленности в принципе почему бы нет нет вы правы вы правы это так собственно и называется радарное окно вот под поверхностью аппарата боеголовки этим американцы занимались еще в 80-е годы тоже да и наши тоже все бортовые под обтекателем РЛС современных самолетов да и старых даже начиная с МиГ-29 они все примерно по этому принципу построены ну да но там поверхность не нагревается до 3000 градусов как тут заявляется то есть все равно другой температурный режим поэтому здесь может быть это решаемая проблема но ясно что стенки должны быть гораздо более толстыми то есть нужна какая-то технология достаточно серьезная которая всему противостоит есть как бы несколько таких технологических нестыковок которые не позволяют собственно реализовать вот так вот по крайней мере непонятно как это сделано но может мы чего-то не знаем ну и в заключении нашей программы я хотел бы еще затронуть одно простите уважаемый Игорь простите я хотел бы еще кое-что добавить это один по поводу авангарда просто пока вы не закончили еще один момент ну допустим да предположим как-то там все это удалось развалить решить все эти проблемы опять вопрос зачем дело в том что маневрирующая так называемая вот таким образом на протяжении всего полета боеголовка она решает себя защиты маскировки ложными целями они-то продолжат свой путь по паристической траектории вот весь этот шум вокруг маневрирующих боеголовок меня всегда удивляет но там просто см3 не успеет среагировать и см2 не успеет среагировать на такую скорость у нее потому что скорость боевой части меньше ну если в атмосфере то да атмосферное динамическое маневрирование это конечно штука такая довольно серьезная она позволяет уворачиваться естественно но в атмосфере опять же проблема нагрева ключевая серьезнейшая проблема я совершенно убежден что она не решена что это миф полнейший но это все потому что опять же ничего такого не было никакой истории практически понятно ну давайте в заключении поговорим о птичке с названием буревестник это крылатая ракета с ядерным тут написано энергоносителем я думаю что имелось ввиду энергетическая установка насколько я понимаю я конечно не очень большой специалист ядерной физики но имеется ввиду некая надкритическая система в бериллиевом возможно отражатели но это по истории вот когда манхэттенский проект там вот две полусферы отверткой держали и вот они сомкнулись и все получили нейтронное облучение ну и здесь когда пытались определить критическую массу вот такие вот эксперименты делали еще вольфрамом обкладывали ядро плутоневое которое обозвали чертовым дьявольским ядром была такая вот история ядерного оружия но здесь я насколько понимаю что существует некое ядро которое разогревается до температуры полторы две тысячи градусов потом оно нагревает воздух воздух расширяется и через сопло вылетает ну естественно где-то стоит турбокомпрессор который нагнетает этот воздух по ходу движения то есть некая такая типа прямоточной или турбореактивной системы но если в турбореактивном двигателе там горят горелки которые сопло распыляют либо газ либо топливо и в набегающем потоке воздуха все это горит образуется тепло расширяется и поехали полетели да в данном случае то здесь предполагается наверное вот такая вот конструкция где горелки сопла заменены неким может кольцевым может каким-то концентрированным значит объектом который имеет я не знаю вариантов несколько либо это краткоживущие изотопы с высокой выходом тепла за счет того что они краткоживущие но тогда как их туда загружать встает сразу вопрос потому что готовность такой ракеты проблематична либо это действительно какая-то подкритическая масса которая вот-вот и взорвется но она не взрывается и просто на высокой ну такой летающий мелдаун да в принципе почему бы и нет то есть с точки зрения теории это возможно нет ну давайте начнем с чего если это подкритическая масса то цепной реакции там нет а раз нет цепной реакции то выход хорошо там может быть внешний эмиттер нейтронов нет но все равно надо поддерживать коэффициент размножения ну хотя бы чуть-чуть больше единицы ну хотя бы единицу чтобы реакция шла так сказать что она не затухала да то есть чуть больше единицы поэтому она должна быть все-таки чуть-чуть субкритическая хотя бы то есть вы по сути дела предлагаете вариант реактора на быстрых нейтронах ну так ну по большому счету да единственное сейчас есть эффективные источники нейтронов которые могут вот регулировать докритическое или над критическое уже то есть коэффициент размножения с учетом нейтронного сечения рабочего тела оно собственно изменяется вот и регулируется этим потоком нейтронов и этим регулируется тяга ну я не совсем понимаю этот принцип все же мне кажется что при для под критической сборки используются в нефтяной промышленности эти эмиттеры нейтронов ну бог с ним кстати запрещено к импорту в Россию из-за рубежа это оборудование извлечь извлечь энергию из урана скажем из плутония можно вот только благодаря все-таки над критической цепной реакции вот так все реакторы работают ну а если устроить реакторы на быстрых нейтронах вот как вы по существу предлагаете ну предположим во-первых это насколько я знаю еще не делалось никогда двигателей даже опытных прототипов двигателей которые бы работали на быстрых нейтронах ну потому что сложная технология все-таки управления этим реактором достаточно это же опасная вещь в общем-то вот и ну предположим там одна проблема либо свалиться в криптоновую яму либо значит Аллах Акбар ну вот как бы да это же в сущности некая укращенная бомба вещь опасная вещь там серьезная система управления нужна соответственно масса массивная объемная все это запихать вот в небольшой двигатель по крайней мере пока такого не происходило этого не было никогда ну допустим допустим какое-то организовали дело в том что проблема принципиальная их две на самом деле но они взаимосвязаны между собой это проблема теплоотвода почему ни один из опытных образцов ядерных двигателей реактивных там ракетных любых не проработал больше 15 минут ну это же факт ни один 60-е годы этим увлекались 80-е у нас такие двигатели создавались и 60-е тоже создавались а вот неправда был один американский бомбардировщик они использовали там водяной реактор и использовали его как паровой котел и приводили в движение пропеллеры был такой проект и он летал не 10 минут это просто как ну крутились пропеллеры но полета не было на этом двигателе то есть он не работал как двигатель это просто может быть некие были да вот как раз так вот о чем вы говорите это как раз пытались решить проблему теплоотвода потому что у воздуха теплопроводность низкая воздухом охладить раскаленный вот этот тепловыделяющий элемент просто невозможно за то время пока полет пока воздушный поток проходит через этот двигатель да через там узор там камеры сгорания и так дальше ну условно камеры сгорания камеры где реакция происходит ядерная то есть вот поэтому они пошли на это да потому что было ясно что обеспечить теплоотвод воздушный невозможно то есть проще говоря чтобы ядерный ПВРД или ядерный ТРД невозможен вот именно в силу этого что для осуществления полета нужна очень большая плотность энергии я имею в виду реакции деления то есть нужен мощный поток энергии в малом объеме соответственно ТВЭЛы должны быть работать в экстремальных условиях то есть очень горячие а теплопроводность воздуха она маленькая он просто не охладит и сам не нагреется как следствие не нагреется сам до температуры скажем там полторы-две тысячи градусов чтобы обеспечить тягу и вот поэтому были такие потуги ну хотя бы забрать с помощью воды это тепло и тогда уже может быть крутить там паровую трубину ну понятно какие массовые накладки возникают сразу ведь все это преподносится как двигатель работающий на крылатой ракете класса вот там агавка то есть небольшой аппарат достаточно полметра где-то там диаметра сечения то есть как-то все это запихать а какая аэродинамика в этой системе если она пробывается воздухом охлаждается что твелы потом там же находятся рядом стержни замедлителей управляющие стержни если это реактор на быстрый нейтрон замедлитель может быть и за счет внешнего эмиссии нейтронов то есть не использоваться классическая схема с углеродными там водяными и прочими замедлителями нейтронов а использоваться исключительно электронная за счет вот нейтронных эмиттеров но на самом деле меня вот мне все понятно я примерно даже представляю как это могли сделать меня единственный вопрос смущает во всей этой ракете который у меня возник первый это нейтронная эрозия есть такой эффект ну вот в атомных реакторах когда поток нейтронов со временем меняет изотопный состав и самих стержней окружающих материалов ну и на этом построено в общем-то и получение радиоизотопов так вот у почти критических устройств поток нейтронов просто колоссальный и вот в этой связи устойчивость тех материалов из которых сделан ну условно говоря был корпус сделан из алюминия а тут его подолбили подолбили нейтронами и там уже какой-то компот с совершенно другими химическими и физическими свойствами ну а более близкие объекты говорить вообще невозможно то есть у меня сложилось впечатление что ракета с неограниченной дальностью это компьютерная модель если не брать в расчет нейтронную эрозию а вот если брать в расчет нейтронную эрозию то может получиться что эта ракета в таком режиме может пролететь ну 10-15 минут а дальше нейтроны сделают с материалами ну то что должны сделать а не изменят их создать тягу хотя бы в сотни килограмм ну меньше не серьезно хотя бы в сотни килограмм это нужна мощность в несколько мегаватт а в объеме буквально порядка кубометра какого-то то есть это какая плотность потока нейтронов это чудовищное совершенно безусловно если это турбореактивный двигатель то понятно что там ни компрессор ни турбины работают в таких условиях не смогут но гораздо раньше будут строить вэлы они просто расплавятся как я уже сказал поэтому тут безусловно вот вы говорили ужас летящий на крыльях ночи мелдаун на крыльях ночи мелдаун это термин ядерщиков когда сплавляется активная зона реактора это то что произошло в фукусиме именно так а что касается вот вы предлагали другой вариант предположим радиозатопный источник ну понятно но а какой если это уран-238 то там недостаточная мощность не уран-238 плутон да 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 конечно безусловно плутоний 238 который используется вот в космических аппаратах для получения электрической энергии да радиозатопный термоэлемент смотрите там где-то вот скажем в новых горизонтах там где-то около 10 килограмм этого плутония 238 мощность порядка 200 ватт вырабатываем 200 ватт то есть это нужно несколько тонн плутония вести на борту чтобы получить мегаватт и мощности значит нужен какой-то сверхактивный элемент вот как вы сказали краткоживающий амертый да ну какой да например его не наработаешь такой объем такое количество и ракета будет боеготова только вот короткое время пока не произошел полураспад ну вот есть такой есть такой элемент кюри 242 вот у него 162 дня период полураспада вот он да он в принципе там как бы один грамм кюри он выделяет порядка тысячи бат мощности вот чисто радиоактивной да еще бы сколько он стоит они могли бы рассматриваться как перспективные для создания вот именно скажем двигателей реактивных но дело в чем этот кюри его мировое производство там какие-то граммы граммы достигает он настолько дорогой и настолько это все еще неосвоенная технология что просто получить его в таких количествах пока не представляется возможным и просто это совершенно неизведанная область вот такие такие технологии такие двигатели это дело далекого будущего поэтому как бы поверить в то что вот сейчас вдруг разом России появилась ракета которая летает на кюри смешно просто совершенно и потом опять же опять же вопрос рациональности зачем зачем это нужно делать вот в чем смысл этого буревестника кроме как пропагандистская такая вот действительно не побывать потенциального противника да и коты да а чем мы их напугаем ну вот предположим она есть такая ракета предположим она способна она будет баражировать в мирное время около побережья США создавая опять же острейший политический кризис награни конфронтации да сразу это исключено это невозможно она будет баражировать над нашей территорией в ожидании так сказать команды нанести удар но предположим в случае начала войны ведь обмен ударами произойдет в течение часа да и практически все будет завершено это же понятно потому что полетное время ракеты около получаса из территории США до России и обратно соответственно в чем смысл а у нее скорость ну обычно вот там агавка ей там до Америки там пилить часов 10 грубо говоря там 8 часов предположим и что вот она потом когда-то там прилетит что-то может быть поразит то есть в чем как бы опять грозная мощь этого оружия мне совершенно непонятно то есть американцев американских аналитиков это вряд ли впечатлило да то есть абсолютно никак и никого ученые американские я не думаю что они дурнее нас с вами они как бы вот это разложили в ДАРП и в компании ТРВ которая делает крылатые ракеты там уже ребят сказали ну давайте но тогда получается что вся вот эта вот ракетная бутафория это бумажные ракеты Урфинджуса то есть это некий телевизионный пиар-проект для внутреннего использования а никак не для внешнего то есть внешне понимать что это все фиксы это мираж я в этом абсолютно убежден абсолютно дело в том что ну вот опять вы как бы запретили говорить о политике но к сожалению от этого не уйдешь если говорить о причинах то есть 20-летие путинизма знаменовалось полным тотальным провалом политике ничего не делания политике показухи и плюс тотального казнократства узаконенного казнократства фактически соответственно надо что-то народу предъявить после этого после того особенно когда началось реальное падение уровня жизни когда людей украли пенсии фактически то есть надо что-то предъявить в замен и вот правящая собственно говоря режим он пытается вот во-первых нагнетает вот эту уропатриотическую и милитаристскую истерику. Обычное средство сплочения народа вокруг лидера, так сказать, в трудные времена. И, во-вторых, пытается чем-то вдохновить, то есть, предъявить как некие достижения, которые все-таки есть. То есть, как бы, 20 лет путинизма это не один сплошной провал. И потеря уникальных возможностей, которые были в России, на самом деле, в это время. А это время, тем не менее, достижений. Вот мы создали вот Бревестник, у нас есть Посейдон, у нас есть авангард на страх врагам. Хотя в них нет никакой необходимости. Подводите внимание. Так что, да, я это расцениваю, безусловно, как чистую пропаганду. Причем, весьма нелепую. Потому что все это, ну, слишком, ну, слишком все это безграмотно звучит. Слишком очевидны эти нелепости, о которых мы сегодня говорили. И о многих мы не сказали. Ну, скажем так, я почему предпочитаю общаться с физиками, а не с лириками? Физики базируются все-таки на какие-то фундаментальные законы, которые не определяются басманным судом. Ну, и другими структурами. Скажем так, против физики попереть очень сложно. И вот для людей, которые, собственно, владеют, ну, в России еще немного осталось таких, которые имеют образование. Но их, скажем так, у него, конечно, все меньше и меньше. Но кто-то по возрасту, кто-то уезжает, но тем не менее. Ну, мы, по крайней мере, попытались разобрать вот этот ракетный лес. Вопросов очень много. Что-то действительно возможно, я думаю, что может быть и будет реализовано в какой-то перспективе. Но вот в том виде, в котором это прозвучало вот в последнее время, это вызывает серьезные сомнения. Ну, что ж, большое спасибо нашему гостю, потому что сегодня, я надеюсь, вот в такой длинной-длинной-длинной программе нам удалось хотя бы отчасти вскрыть тему. Ну, вот так получается. Ну, случайно, да. Я немножечко тоже в теме современных технологий. А не только вот видео делать. Вот. Ну, так бывает. Иногда. Редко. Вот. Я еще раз благодарю Дмитрия Борисовича Зотьева. Это профессора, доктор физмат-наук. И я думаю, если будут вопросы, мы еще, конечно, будем разбирать технические вопросы, потому что не все только о лириках, о политике, о каких-то ну, таких законах, которые не писаны для определенных кругов. Ну, что ж. Спасибо за приглашение на программу и за очень интересное оппонирование. Всегда пожалуйста. Оппоненты меня не любят. В диссертационных советах меня не любят. Ну, что ж, уважаемые зрители, на этом эта программа подошла к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну и помогайте каналу, потому что нам не помогает ни госдеп, не помогает не Кремль, и даже богатые люди тоже как-то нас чураются. Единственная помощь это от простых наших зрителей понемножку, по капельке, но хоть что-то, чтобы мы выпускали следующие программы о самом широком круге вопросов, начиная от прикладной математики, физики, химии, биологии, до разбора, что Сурков украл у Матвейчева. Ну, например, как вариант. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...